продолжаем тему бактериальные занозы бруцеллез это полимикробная бактериемическая занозная инфекция характеризуется хроническим течением и склонностью к аллергии таксономия название роду бруцелла дано в честь исследователя брюса который в 1886 году выделил из селезенки умершего человека бруцеллу милитензис известно всего шесть видов бруцелл мелкого рогатого скота милитензис крупного рогатого скота абортус свиней суис лесных крыс неотомы эпидемитов у баранов и абортов у овец овес и гончих собак канис последняя бруцелла выделена через 80 лет после первого вида морфология мелкие коккобактерии имеют нежную капсулу неподвижны грамм отрицательны культивирование облигатные аэробы бруцеллы бычьего типа нуждаются в присутствии 5 процентов углекислого газа растут медленно в течение 2-4 недель необходимы элективные среды сывороточные печеночные содержанием ростовых факторов тиамина ниацина бруцеллы также культивируются в желточном мешке куриного эмбриона для дифференциации видов используют метод хеддельсона он основан на бактериостатическом действии четырех анилиновых красителей фуксина пиранина тианина и метил виолета токсинообразование и факторы вирулентности экзотоксина нет эндотоксин является аллергеном содержится также ви антиген фактором вирулентности относятся капсула ферменты уреаза и гиалура недаза по антигенной структуре имеется о антиген соматический ви антиген термолиабильный и у бруцелла абортос и суис есть а антиген а у бруцелла мелитензис м антиген патогенность для животных в естественных условиях бруцеллезом болеют многие виды животных крупный и мелкий рогатый скот свиньи лошади верблюды собаки кошки крысы мыши олени из лабораторных животных восприимчивы морские свинки и белые мыши эпидемиология бруцеллез это заонозная инфекция у животных заразными являются околоплодная жидкость плод молоко и моча это древнее заболевание в останках умерших людей за 5000 лет до нашей эры в бахрине обнаружены следы перенесенного заболевания по анализу дезокси рибонуклеиновой кислоты узелков скелета человека встречается заболевание повсеместно наносит огромный экономический ущерб сельскому хозяйству в результате существенного снижения воспроизводства скота во многих развивающихся странах часто бруцеллез остается не диагностированным такой пример беременная женщина в соединенных штатах америки проживающие в нью-джерси употребила сырое молоко производства частной организации в результате заболела бруцеллезом из гемокультуры то есть из крови пациентки была выделена бруцелла абортус бруцеллез передается алиментарным путем через сырое молоко через сыр брынзу контактным путем это профессиональный путь для рабочих животноводческих ферм мясокомбинатов ветеринаров и зоотехников и аэрогенный путь в казахстане в силу сложившейся традиции среди детей болеют мальчики так как стрижка и купание овец доверяется только мальчикам патогенез бруцеллы способны длительно персистировать в организме за счет способности к внутриклеточному паразитированию этот факт объясняется тем что бруцеллы выживают и даже размножаются фагоцитах патогенез полифазный характерно ондулирующая температура с большим разбросом показаний термометра в утренние и вечерние часы инфекционисты называют бруцеллез обезьяна всех болезней поэтому дифференциальная диагностика бруцеллеза имеет большое значение бруцеллы из мест первичной локализации внедряются в клетки лимфоида макрофагальной системы там они размножаются поступают в кровь и вызывают длительную бактериемию кровью разносится по организму вызывают архит остит переостит артрит для бруцеллеза характерно состояние аллергии замедленного типа клиника инкубационный период 1-3 недели клиническая картина разнообразна общая слабость длительная лихорадка озноб потливость поражение опорно-двигательного аппарата нервной сердечно-сосудистой системы у беременных женщин могут быть аборты бруцеллез дает рецидивы длится месяцами и годами иммунитет не стерильный связан с аллергизации организма а также иммунитет гуморальный антибактериальной лабораторная диагностика исследуемый материал кровь моча желчь мокрота костный мозг суставная жидкость микроскопический метод не применяется ввиду общности строения бруцелл и франциселл бактериологический метод очень ценный он позволяет определить вид возбудителя выделяют культуру из крови гемокультуру из мочи уринокультуру при микроскопии мазков используют способ козловского фиксированные мазки окрашивают сафранином а затем докрашивают бриллиантовым зеленым бруцеллы при этом сохраняют красную окраску сафранином а франциселлы возбудители тулеремии приобретают зеленый цвет следующий метод серологический это реакция агглютинации райта это реакция агглютинации на стекле по хеддельсону результат выявляется через несколько минут это качественная реакция ставится при массовых обследованиях как предварительная диагностическая проба реакция пассивной гем агглютинации более чувствительна чем реакция агглютинации райта апсона фагоцитарная реакция ставится с диагностической целью и с целью прогноза выздоровления ведется подсчет фагоцитированных бруцелл в 25 нейтрофилах у здоровых людей показатель 0,1 а максимальный показатель 75 следующий метод биопроба это внутрибрюшинное заражение морских свинок проводится также аллергическая проба бюрне с бруцеллином она положительна через одну-две недели после начала болезни сохраняется годами профилактика не специфическая разберем конкретный пример по лабораторной диагностике бруцеллеза студентка сельскохозяйственного института возвратилась из района неблагополучного по бруцеллезу она обратилась к врачу с жалобами на внезапный подъем температуры на боли в суставах на головные и мышечные боли учитывая эпитонамнез была госпитализирована в инфекционную больницу с подозрением на бруцеллез какие микробиологические исследования надо провести для подтверждения диагноза для подтверждения диагноза надо провести комплекс исследований бактериологических серологических биопробу и аллергический метод еще следующий пример больной обратился к врачу с жалобами на лихорадку головные и мышечные боли из анамнеза выяснилось что он работал на животноводческой ферме и употреблял в пищу не кипяченое молоко брынзу творог и другие молочные продукты какие бактерии могли вызвать это заболевание какие исследования надо провести для диагностики данного заболевания предполагаемые возбудители это бруцелла мелитендис и бруцелла абортус для подтверждения диагноза ставят ориентировочную реакцию агглютинации хеддельсона и развернутую реакцию агглютинации райта также у пациента проводят внутрикожно аллергическую пробу бюрне с бруцеллином для выявления аллергической реакции замедленного типа и так профилактика профилактика это ликвидация заболеваемости бруцеллезом среди сельскохозяйственных животных обеззараживание продуктов сырья животного происхождения специфическая профилактика это живая атонуированная вакцина вершиловой здродовского из штамма 19b а бруцелл бычьего типа создает иммунитет на один год лечение проводится противобруцеллезным гаммоглобулином из лошадиной крови получается при хронических формах убитой бруцеллезной вакцины эта вакцина лечебная содержит убитое нагревание бруцеллы коровьего и овечьего видов и способствует десенсибилизации организма при подостром и хроническом бруцеллезе антибиотики стрептомицин тетра циклин благодарю за внимание